Обстановка, заряженная патриотизмом, множество триколоров в руках гостей праздника, улыбки на лицах. День России в Ульяновске прошел с большим размахом. Концертную программу открыли танцевальные коллективы города. С главной сцены звучали десятки поздравлений и пожеланий. Первым горожанам вышел глава региона Алексей Русских. Мы отмечаем свой праздник в очень непростое, и как сказал наш президент, в рубежное время. Оно требует от каждого из нас максимальной концентрации сил, воли и терпения. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, на полях сражений и в мирном труде, на каждом рабочем месте и за каждой школьной партой готовится наша новая общая Великая Победа. Я сердечно благодарю всех, кто принимает в этом участие. Под звуки гимна над площадью подняли флаг Российской Федерации. В честь и поднятие триколора удостоился начальник штаба регионального отделения юнармии Владимир Ульянов. Традиционно в День России вручает особо отличившимся школьникам. Главный документ гражданина страны – паспорт. Также глава региона вручил именные подарки Ринате Хасановой, спасшей человека в пожаре, и Макару Дунину, который не дал утонуть своему сверстнику. Особо отмечен был и труд волонтерских организаций, помогающим защитникам Отечества и их семьям. Рассказываем о том, чем можем мы помочь фронту, чем могут помочь они, о плетении маскировочных сетей, о том, что мы их приглашаем в наше волонтерское движение, чтобы они помогли, прежде всего, фронту, поскольку многие даже не знают об этом, хотят, но не знают, как вам. На праздник приехали гости из новых регионов страны. Это школьники, работники разных отраслей, активисты патриотических организаций. На торжестве присутствовали и участники специальной военной операции. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас нелегкое время для нас, но всех нас объединяет одна общая цель – это поддержка нашего президента, наших бойцов, которые выполняют боевую задачу. Россия – это земля свободы, справедливости и победы над злом. Торжественное открытие Дня России прошло под звуки Ульяновского государственного академического симфонического оркестра с хором. Они исполнили оду Ульяновской области. Весь день для гостей проходила концертная программа. Своё творчество ульяновцам продемонстрировали коллективы из девяти регионов России. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.